на платформу и так значит методы я сейчас рассказываю про общий пул который мы предлагаем студентам шестого семестра но для некоторых направлений это немножко разный набор потому что некоторые там руководители образовательных программ руководств мегафакультетов как-то поменяла до предложенные нами изначально перечень и поэтому вот как-то там курсы чуть-чуть разный и так в общем это методы искусственного интеллекта самый популярный курс 300 человек что ли больше 300 человек записалось на него методы криптографии 2 по популярности дальше теория массового обслуживания про которые тут ругались про то что там есть математика компьютерная визуализация которая дана не всем компьютерное зрение анализ социальных сетей на которые все побежали там всего 20 человек записали и обработка сигналов давайте начнем как бы самого простого самый простой самый популярный курс да ребят еще перед описанием курсов наверное нужно вам сказать что вы должны были получить доступ к ко всем курсам ну конечно курсы там записаны не целиком но по крайней мере по первой лекции можно сделать какое-то представление том не знаю насколько симпатичен автор курс подачи материала и прочее мы старались вас этим познакомить надеюсь что вы на это взглянули посмотрели еще раз вам скажу что у вас до самое важное почему-то мы с вами встречаемся сейчас хотя часть из третьего курса как мне говорили они на практике но у вас до 25 до 25 февраля у вас есть возможность изменить свой выбор поэтому нам и хочется вам рассказать что же вас ждет чтобы ваш выбор был совершенно осознанным и так значит искусственные методы искусственного интеллекта обзорный курс который вам расскажет что такое искусственный интеллект и какими задачами он занимается и дальше понемножку обо всем курс сборный от авторов вам расскажут как методы искусственного интеллекта применяются для различных задач что такое антологии графы знаний как используется распознавание речи до этот вот эта лекция сделана нашим центром речевых технологий дальше про биометрии информационную безопасность лекции сделаны факультетом бит и лекция сделанная московской гости профессора московского университета две лекции написал просто про цифровизацию как она проникла в разные области экономики и различные области производства то есть всего там ждет шесть лекций этот курс да ну там конечно будут применяться для решения упражнений какие-то инструменты но особых никаких знаний кроме тех которые у вас точно есть из цифровой культуры за первые два года вам точно этого хватит следующий курс который называется методы криптографии вам расскажут про историю да как шифровали в древности как можно шифровать сейчас что такое симметричное симметричное шифрование как строится гибридные крипто системы про там как можно подписывать документы до электронной подписи криптографические хэш-функции сделал этот курс салла борисовна левина на кандидат физико-математических наук но пока работает должности программиста у владимира глебовича парфенова реквизитов тоже нет поэтому мы надеемся что этот курс получился не сложным достаточно доступным поэтому пожалуйста добро пожаловать дальше курс теории массового обслуживания в котором на которой там уже были какие-то ругательства да ну конечно там есть какая-то математика просто как строится очереди стыки и прочее как работают системы массового обслуживания как распределяются звонки в колл-центрах и так далее то есть там конечно есть какие-то ну математические модели нужно как-то использовать какие-то математические формулы но это достаточно тоже как нам кажется курс посильный поэтому мы поставили даже там просто отсутствие при реквизитов его сделано луки лукина марин марина марина владимировна и там предполагается 8 лекций вот тоже наверное это как бы третий по популярности курс мы так идем как бы по популярности дальше курс компьютерная визуализация который оказался только для факультетов пикаты и суира насколько я понимаю но если вам очень хочется изучить этот курс то вы можете взять его в качестве факультатива а потом с факультативами есть определенная хитрость да это я потом расскажу что дело с факультативами то есть если этот курс вам недоступен согласно правилам вашей образовательной программе то он может быть изучен в качестве факультатива и потом зачтен за другой потому что формируемая компетенция глобально но она так называется широко широким мазком как цифровая культура в профессиональной деятельности поэтому но тогда у вас дипломе будет написан другой другой курс замен которого вы изучаете этот факультативный вот такая хитрость там вот автодекс автодеск 3ds max и там но учтите что мы надеемся что все не побегут потому что там работают будут проверяться вручную поэтому какое-то ограничение мы туда должны будем поставить и там вот какие то будет будете заниматься просто компьютерным моделированием в этой программной среде да ну там еще вам обещают даже сертификат насколько я понимаю от автодеска дальше курс по обработке сигналов он сделан специально ну как бы по заказу физического факультета фтф и поэтому автор этого курса тоже с этого факультета фтф там есть некоторые пререквизиты но считается что все таки с математикой дружите и как бы разные математические пакеты у вас отторжение не вызывают да как то вы с этим справляетесь и конечно понимаете на обработка сигналов она на такой широкий курс потому что фактически вы же понимаете что там просто показания датчиков это сигнал звук это сигнал там не знаю текст это какой-то сигнал до изображение это тоже сигнал да поэтому вот как в широком смысле с этими сигналами работать что с ним можно делать при помощи математических пакетов там предполагается 6 лекций ну вот орлов алексей анатольевич автор этого курса дальше пошло компьютерное зрение вот тут ребят пошло как бы пошло серьезно смотрите этот курс получился достаточно сложным потому что автор но он сам работает в лаборатории которая занимается компьютерным зрением работает он в контакте сотрудничать мфти но поэтому вот он сделал курс для тех как он говорит кто интересуется этим вопросом для тех кому это действительно интересно и кто готов посвятить достаточно большое время тому что будет самостоятельно изучать но разные там док материалы вчитываться вдумываться и выполнять задания при помощи достаточно серьезных упражнений в программировании то есть но вообще он предполагал что вы хоть какое-то представление о том как устроены нейронные сети вы имеете поэтому если вам это не любо тогда не надо выбирать этот курс он окажется вам ну не посильным смотрите что можно сделать у нас в осеннем семестре была дисциплина которая называлась обработка анализ изображения которая была тоже глобально про тоже но потому что компьютерное зрение оно и есть до обработка анализ изображения поэтому если вы осенью не проходили курс обработка анализ изображения то мы можем его дать вам сейчас и вы но у вас в зачете будет стоять в дипломе будет название компьютерное зрение мы не считаем что это обманом это на самом деле два курса про одно и тоже просто курс обработка анализ изображения он попроще но если вы проходили этот курс о осенью то два раза изучить одно и тоже никак нельзя поэтому здесь будьте внимательны и курс еще раз предупреждаю сложный до рассчитан на ваше знание программирования на ваш интерес к предмету на то что вы готовы посвятить много времени изучение этого курса если не готовы отписывайтесь если хотите научиться как-то работать с изображением понять что же такое компьютерное зрение но серьезный курс не потянете пишите нам запишем вас на курс еще раз обработка анализ изображения дальше дальше пошла вот больная наша тема анализ социальных сетей масса писем что почему двадцать человек мы так хотели мечтал только об этом всю жизнь вот не знаю пришел на пять минут позже все места закончились но курс действительно манящий по названию но смотрите там на самом деле будет но какая-то теория графов до обработка текстов там но достаточно сложные вещи то есть она не столько завлекательно да как просто вот кажется любители социальных сетей то есть вы не будете там делать какие-то интересные занятные посты вы будете рассматривать как это устроено изнутри мы рассчитывали что этот курс нам сделает команда mail.ru которого у команды был лидер который даже написал какой-то вводный вводный пятиминутный ролик но потом по ряду постечения обстоятельства они в общем отказались от реализации этого курса сказать что просто реализовать его они не могут это возникло достаточно поздно вы поймите что мы хотим разрабатывать и курсы не просто как бы переписать какую-то учебника найти действительно людей которые ну заняты вот этой областью науки исследований которые понимают самые последние самые современные тренды могут рассказать вам действительно вот топовые знания дать что же нам было делать когда мы там буквально месяц назад мы оказалось что курса у нас как бы нет и не будет но спасибо валентину андреевичу малых который работает в лаборатории нейронных систем глубокого обучения мфте который согласился взяться за этот курс он тоже очень квалифицированный специалист и он уже сделал три лекции но остальные лекции будут появляться но как бы по мере подготовки этот курс появится в течение семестра но естественно там дома и все лекции будут выложены но тем не менее поскольку у нас такая сложная ситуация с этим курсом мы даже не были уверены что у нас все лекции будут видео онлайн и мы предполагали ну такую возможность что может быть что-то нам автор дочитает в виде каких-то лекций по зуму то мы ограничили количество человек нам иметь возможность как-то разобраться вот смотрите как он видит устройство социальной сети дальше он говорит про теорию графов как выглядит социальная сеть как граф дальше прикладные задачи анализ тональности да что такое тональность да хороший плохой да нейтральная тональность поиск упоминаний до анализ событий какое-то тематическое модерирование доходит до рекомендательных систем и коллаборативной фильтрации вот такой вот курс он готовит даже скорее всего у него получится шесть лекций но мы сказали что этот курс реализован модульно потому что мы не можем сразу открыть его просто не все лекции готовы но они играю еще раз три лекции готовы сейчас там дизайне рисуют картинки программируется задание все верстается на платформе поэтому идет вот такой процесс если вам очень-очень интересен этот курс но давайте мы попробуем записать вас туда но просто учтите что этот курс но вот он будет открыт только с апреля и его придется изучать просто очень интенсивно он будет не столько сложен сколько просто потребуется вот вашего включения что мы не можем открыть его сейчас вот такие правила если вы попали на этот курс случайно просто заглянули и заняли это место отпишитесь от него пожалуйста как бы уступите место тем кто кому это действительно полезно и интересно вот про все курсы по моему рассказала но дальше наши правила каждый научите что продолжительность там курсов немножко разные хотя некоторые курсы попроще на него там лекции побольше поэтому тот кто как бы выбирает какой-то минимум максимальный кпд до собственного времени вам придется там сложные какие-то расчеты производить да вычисляя сложность умножать на продолжительность еще чего-то там делать но это ваше право как вы там чего вычислить но в любом случае наша модель это онлайн лекции около там не знаю 40 50 минут они выложены в виде видео и плюс тексты лекции не ко всем курсам есть хорошо подготовленный текст надеюсь появится но они как по как обычно разбиты на фрагменты для вашего удобства плюс есть некие опросы да которые для самопроверки не оцениваются дальше как мы будем с вами общаться конечно нам очень хочется видеть слышать вас для того чтобы вы но не списывали не пользовались помощью друга при прохождении материалов лекции очень хочется вы проходили его самостоятельно мы готовы вам помогать на технические вопросы мы готовы отвечать своей командой на вопросы там серьезные по сути которые требуют уже внимание автора мы будем привлекать авторов курсов для того чтобы они с вами общались вот есть наше расписание консультации в которые можно прийти очно можно просто постучаться в зум эту ссылку я надеюсь что вы уже научились находить во вкладках курсов вкладку консультации в которой написано когда куда с какими вопросами можно приходить да просто такая вкладка в которой есть всегда ссылка и вот в среду мы сидим и ждем вас видите с 11 утра до 6 30 просто по первому клику да по первому зову мы приходим на помощь каждому теперь про оценивание но наверное вы знакомы уже с этой системой что вы должны как минимум наполовину сделать каждое задание и в итоге набрать не менее 60 процентов за весь курс чтобы получить в разделенный зачет вот такая ребята история да но дальше вот тут расписано отдельно ну собственно говоря да мне кажется одно и то же да там только методы искусственного интеллекта итоговый прогресс больше 60 там можно значит каждую лекцию да я правильно понимаю алексей да так написано специально в методах искусственного интеллекта там просто суммарный прогресс то есть нету порогов по заданиям по сути вы можете выбрать из всех предложенных заданий то что вам больше интересно и в курсе по компьютерной визуализации там у нас есть именно отдельный еще зачет итоговая работа по тем навыкам которым вы научитесь да еще раз напомним что в этом курсе у нас ручная проверка всех работ да то есть поэтому все таки кто будет изучать этот курс рекомендуем как-то соблюдать темп не откладывать все на последний момент да в последний момент просто проверять не будем такой вопрос если одно из упражнений сделано с порогом ниже 50 процентов то что происходит при этом при этом суммарные баллы за курс выше 60 процентов но как и ранее по всем было дисциплинам да у вас будет не зачет если вы вовремя обратитесь к нам за помощью да то есть если вы набрали меньше 50 процентов за какое-то упражнение ну значит надо обратиться на консультацию спросить что-то мы поможем ну и спросим естественно попытки но если это будет не в последний момент опять есть волшебная кнопка сброса попыток вы наверняка это знаете да за ваши годы учебы но чтобы этой кнопкой воспользоваться нужно проходить курс но регулярно да обращаться за консультациями понимаете у нас бывали случаи когда мы смотрели что человек начал изучение курса там да когда там он без пяти двенадцать пять минут первого он весь курс прошел причем на 100 баллов ну понятно да то есть человек взял бумажку и переписал из бумажки какие-то цифры и не знаю да поэтому в таких случаях мы попытки сбрасывать не будем мы надеемся что мете да вы вам не так везет потому что вы такие первопроходцы да к вам еще ничего не было просчитаны и не было этих прекрасных решебников как в которой можно вести свои цифрыки в интернете и все оттуда сдуть поэтому вам приходится вот протаптывать эту тропинку знания самостоятельно а может вопрос по да правильно понял что может только не могу взять и пройти ее достаточно хорошо и и только ее и больше ничего и нам не будет рассчитана как какой-нибудь другой предмет и в принципе это выхватит для можно это выхватит но смотрите мы должны как-то рассчитать да сколько сможет у нас татьяна проверить поскольку там ручная проверка поэтому давайте мы какое-то там количество ограничим с компьютерной визуализации что если у нас там полторы тысячи побежит то мы просто она проверить не сможет а у вас это запись нет такого что записаться уже записано записан как бы на этом другие курсы я понимаю это да пишите нам письмо и давайте мы там самых активных самых мотивированных ну запишем на эту компьютерную визуализацию а можно меня записывать уже или что письмо пишите Напишите нам письмо на почту нашу, чтобы мы знали, кто вы. И в любом случае все вот эти моменты, то, что вы собираетесь пройти один курс вместо другого, но это, скорее всего, вопрос только по визуализации, потому что все остальное, по идее, у вас должно быть доступно к выбору. Это на ваш контроль. Автоматически ЦИДО не сможет подхватывать баллы, потому что у вас в УП нет такой дисциплины. Поэтому ближе к окончанию семестра нужно будет тоже нам писать обязательно, чтобы мы вручную вам выставляли все эти баллы, и вы получили свой зачет. То есть здесь тоже такой момент самостоятельной ответственности за прохождение, пожалуйста. Да, и в зачетке у вас будет написан другой курс, вместо которого мы сможем зачесть компьютерную визуализацию. Отлично. А вот почту какую, на какую почту писать? Три года учитесь. Диси собакой. Три года, это прошло. Может, другая уже. Да прям. У нас стабильность признак мастерства. Сейчас вам другая. Нет. Ну, особой стабильности на предыдущих семестрах не наблюдалось. Стабильность нам только снится. Это же не классический. Можете вопрос про критерии оценивания? Там нет анализа социальных сетей. Как это оценивается? Да, ну там по заданиям. Там не будет итоговой работы, поэтому там, как большинство предметов, задание с порогом 50%, общий итог 60%. Можно еще вопрос по поводу этих курсов? Они же, ну, у нас же будет к ним доступ в будущем для самостоятельного изучения? Ну, то есть они же останутся у нас в OpenEDU на наши аккаунты, чтобы в будущем, например, если мне будет в будущем очень-очень-очень интересно изучить методы криптографии, чтобы только, ага, меня вот, МО, записали на этот онлайн-курс, давайте-ка я просто посмотрю его материалы. Ну, наверное, посмотреть материал, наверное, сможете. Я думаю, что отписывать вас не будут. Да, вот раз начали уже про запись спрашивать, нас, получается, сейчас всех записали на, ну, почти все из этих курсов. То есть нас отписывать никто от них не будет, и можно будет смотреть их, да? Да, мы не разберемся, конечно. Это мы хотели просто, видимо, вы жаловались в прошлом семестре, что вам пришлось выбирать курсы вслепую. Поэтому, что вам хочется посмотреть хотя бы там первую лекцию, фрагмент заданий, чтобы понять, что это за курс. Вот мы вас записали, чтобы вы не кричали, не жаловались. Праведливо. Не знаю, поможет ли, начнете жаловаться на что-нибудь другое. Ну, можно пожаловаться на то, что это было сделано после того, как запись открылась, потому что уже некоторые, наверное, там места закончились. Ну, слушайте, это вот с этими соцсетями. Ну, я не знаю, просто по плану было нормально.